Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Сейчас смотрю новости, смотрю какие-то темы для того, чтобы с вами обсудить. И мне кажется, невозможно начать говорить про шоу-бизнес, эстраду, какие-то социальные темы, без упоминания того, что происходит в Курской области. Вчера весь вечер я следил за этим, и, по-моему, ни о чем другом думать невозможно, всерьез. Ну вот, что хочется сказать по моим наблюдениям. Может быть, у кого-то были схожие мысли или какие-то другие, напишите, друзья. Во-первых, вы знаете, я не буду и я никто, чтобы обсуждать действия армии. Это специалисты должны делать, которые относятся к этому, к военному ремеслу. Но, когда я открываю телеграм-каналы и смотрю о том, что одни вдруг бросились в истерику какую-то вчера, другие задаются какими-то вопросами, пытаясь тут же, вчера еще, аплодируя Белоусову и армии, начинают задаваться вопросами, а как? А как не досмотрели? А как там это? И начинают искать какие-то там моменты, где что не так. Другие, значит, не имея информации никакой, вчера еще ругая военкоров, я говорю про некоторых с государственных каналов, начинают у этих же военкоров выискивать какую-то информацию, ее переваривать и как-то пытаться представить своей информации, потому что практически не было вчера никакой. И вот в итоге, знаете, один одно делает, второй второе, третий третье, и лишь только малая часть, как мне кажется, делает правильно. Что делает? Молчит и дает возможность военным людям выполнять свою работу. Профессионально, слаженно и четко. Когда задаются такие вопросы, вы знаете, когда там 400 километров границы, и говорят, а почему там, а как? Не нам об этом спрашивать. Я считаю, что мы, единственное, что можем сделать сейчас, это сказать, что мы, как люди, в любом, я имею в виду, как народ, да, все понимаем, мы сплотились и душевным порывом, и состоянием своим, четкой абсолютно убежденности в том, что все будет хорошо. И при необходимости, готовности, в том числе, если будет какая-то там ситуация, но профессиональные, военные, я уверен, все решат и со всем справятся, бывают такие моменты, но когда, у нас такая вот странная история есть, допустим, начинался, помню, чемпионат по футболу мира, например, и нашу сборную, она один раз выиграет все, все комментаторы, что мы выиграем всех, мы фактически финалисты, все, все супер, все молодцы. Стоит проиграть, обосрут в три кучи, извиняюсь за выражение. Причем не только комментаторы, но и все эксперты, все, что тренер главный Акаци не дорабатывал, там-там не дотягивает, там нет. Что за такая вот, я не понимаю, а? Если что-то хорошо развивается, значит, будем хвалить. Если что-то, трудности какие-то, с которыми нужно столкнуться, чтобы стать умнее, сильнее, чтобы выйти из этого еще более, скажем так, ловкими, сильными, я не знаю, как это назвать, да? Тем более, на приведении боевых действий ситуации случаются разные. Я убежден, что военные это прекрасно знают и понимают. И какие-то даже, если есть минусы с ними, вот как раз в таких ситуациях обнаруживаются они и разбираются. Но что за, когда получается, там, да, хвалят все, все при крызде. Как что-то, например, трудность, я не скажу, не получается. Потому что это та трудность, с которой сталкиваются. Утопят в том, что все не так. Вместо того, чтобы сказать, что мы с вами, мы вас поддерживаем, мы ждем новостей, мы молимся за вас, вы все сможете, у вас все получится. Мы единый кулак. Понимаете? Вот меня вчера поразило вот это сброт и шатание в том, что здесь не будет так, а тут не так, а тут то, а тут туда, а тут сюда, а тут похвалим, а тут почему так. В общем, это, еще раз говорю, те ситуации, которые случаются, профессиональные военные должны выполнять, с моей точки зрения, свою работу. И меньше всего, как мне кажется, что нужно делать, это публиковать вот около каким-то военным там всем этим людям, около, я еще раз повторюсь, которые по карте там что-то чертят и что-то там пытаются понять. Какие-то свои измышления о том, что кто-то профукал, кто-то наоборот хорошо сработал, а кто-то там что-то так сделал. Вот лучше реально заткнуться, мне так кажется, и просто подождать, когда военные выполнят свою работу и дождаться официальных новостей, когда скажут вот так, 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 ребята, и то мы планируем предпринимать, и как-то вот так это все будет выглядеть. Вот мне кажется, так лучше. И помолиться просто в тишине. Это гораздо полезнее и нужнее, нежели чем пытаться разбираться, и как и что, без нас разберутся и без вас разберутся там. Там более профессиональные люди есть, которые занимаются этими делами. Вот, поэтому, друзья, я считаю, что мы можем только демонстрировать единение, посылать четкий сигнал, что мы верим в неминуемый исход положительный, и все остальное это разберутся без нас. Те люди, которые там за это отвечают. Накажут виновных, если они есть, наградят тех, кого надо наградить, там, я не знаю, все сделать без нас абсолютно с закрытыми дверями. Поэтому вот это вот, я бы даже сказал, какая-то истерия, я вчера наблюдал ее, читал все, я вчера не мог снимать, но я наблюдал вот это все дело, как кто куда, кто в лес, кто под рова. Мне кажется, нужно единую линию и ждать официальных новостей. Я убежден, что наши со всем справятся с любой затруднительной ситуацией. И сделают соответствующие выводы, почему, да как, да как там кто-то просмотрел, если кто-то просмотрел или не досмотрел, и это будет хорошим выводом на будущее. В любом случае, пути Господни исповедимы, я верю, что все будет хорошо. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях, пожалуйста, аккуратно. Тема специфическая, давайте будем ответственны за то, что мы пишем в интернете, потому что вы знаете, сейчас куча законов принятых, мне бы не хотелось, чтобы кто-то тоже какую-то понес ответственность за свои комментарии. Давайте будем все-таки в рамках держаться, потому что эта тема, еще раз скажу, она специфическая, скажем так, да. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, в свете вот этих блокировок, замедлений Ютьюба, я вас приглашаю на свой основной канал, Будда Гришна новости, в Телеграм, там новости 24 на 7 с моими комментариями, значит, видео о политике, которых здесь давно уже нет, мои какие-то личные фото, видео, стихотворения, в общем, все там в одном месте. Внизу ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Нажимайте, обязательно подписывайтесь, значит, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.